Субтитры сделал DimaTorzok Как вы, наверное, знаете, в общине Шавейционов, возвращенной на Сион, мы используем старую и новую систему чтения, недельных чтений. И к старым, недельным чтениям, которые наш народ читает на протяжении тысячелетий, читая каждую неделю последующий список глав из Хумаша, из Пятикнижия Моисея, мы сделали то же самое с Новым Заветом. Разбив его на 52 части, не всегда они связываются одна с другой, а иногда происходит просто удивительная связь, но такая система помогает нам прочитывать за год и Хумаш, и все Писания Нового Завета, Евангелия, послания апостолов. И мы видим в этом определенную пользу, поэтому я сегодня буду проходить с вами уроки именно на эту тему. Начну с одной интересной мысли, которая записана в недельном чтении Бо, и она будет говорить о той ситуации, когда... Это 10 глава, здесь Моше приходит к фараону и говорит, отпусти наш народ, ты уже видел, что Бог вмешался, наказал Египет по полной программе. Сейчас отпусти нас, мы хотим, все мы, наши взрослые, наши дети, наши старики, весь наш скот, мы хотим выйти и послужить Господу. И 8 стих говорит, Моисею и Арону велели вернуться, фараон сказал им, идите, совершите служение своему Богу Господу, кто из вас пойдет? Он спрашивает их, кто пойдет? Моше отвечал, мы пойдем все вместе, молодые старые, сыновьями, дочерями, с овцами, козами и коровами, ведь это у нас праздник Господень. То есть мы не знаем, что нам Господь повелит, какую корову, какую овцу, какую козла приносить в жертву, мы не знаем, кого из наших людей, взрослого или ребенка, наполнить дух Господень, чтобы он пророчествовал, давая нам какие-то указания сверху. Всех нас отпусти. Но фараон засмеялся, я читаю немножко модернный перевод, что поэтому у вас может быть некоторое несоответствие. Исход 10 глава, взятый стих. Фараон засмеялся, чтобы Господь вас так защищал, как я отпущу вас с вашими детьми. Смотрите, как бы вам не попасть в беду. То есть он говорит, он понимает, что это прекрасная возможность выйти послушать Господу и уже не вернуться. Когда там дети остались в Египте, так связаны взрослые, им придется вернуться. И он говорит, идите послужите сами. И Моисей говорит, нет, нет, нет. И после этого мы видим, как удар саранчи поражает Египет. Интересная мысль. Несколько интересных мыслей. Первая, которая вдохновляет меня. Бог за семью. И он вырывает из рук Египта или мира не одного или двух членов семьи. Он хочет всю семью. Старые, молодые, средний возраст. И особенно дети. Как это важно держаться семейство. Как это важно. Да, служить внешним, служить внутренним. Но максимальное внимание определять для своего дома. К сожалению, многие упускают это. Мы здесь не исключение. И пусть Бог просто поможет нам обращать максимальное внимание на наши дома. Потому что можно весь мир приобрести, душе своей повредить. Своим детям повредить. Это большая проблема. И вот здесь нужно найти этот баланс. Фараон, враг. Он всегда будет стремиться найти какой-то путь, чтобы похитить детей из руки Господней. Из призвания. Но Писания ясно говорят. Мы всей семьей пойдем и совершим праздник. Поклонимся Творцу. Вызовем Его благословение. Почтим Его. Благословение. Почитание. Браха на иврите. Связанное со словом берых или колено. Преклонимся пред Ним, чтобы быть в благословении. И еще одна мысль по всем этим казням. Некоторые говорят. Вот смотрите. Господь просто напал на Египет. Задавив его ужасными казнями. На самом деле, израильский народ в свое время достаточно благословил и Египет. И Египет ответил израильскому народу неблагодарностью. И вот сейчас начинается суд. Есть такое выражение. Мера за меру. Меда кенегет меда. На иврите выражение. Некоторые говорят. Вы знаете. Это принцип, который озвучен в Пятикнижии. Или, как они говорят, в Ветхом Завете сегодня абсолютно не актуален больше. На самом деле, это совершенно не так. И принцип мера за меру, он абсолютно актуален и в Новом Завете. Господь Ешуа, Машех, говорит такие слова в Евангелии от Матфея, 7 глава, 2 стих. Каким судом судите, таким он осудит и вас. И какой мерой мерите, такой он отмерит и вам. То есть принцип мера за меру, возмездие, наши дела, наши жизни, наше посвящение, оно взвешено и сегодня. Были и дни, когда человек превышал меру преступлений и не покрывал это кровью жертвенных агнцев, он нес ответственность за свой грех. Или агнец, нес ответственность за грех человека. В нашем случае, когда нет храма, когда нет жертвенника, когда нет ягнят, Бог предложил совершенно другой образ исхода или выкупа или ответа мера за меру. За нас заплатил Ешуа, Сын Божий. Это изумительная, изумительная мысль. И все ее знают, но часто забывают, что он не просто пришел, умер. Мера за меру. Многие забывают этот принцип и живут по жизни, как будто им все всегда будет списываться. Это называется слишком много. Уделять мысли, фантазировать о некой благодати. Писания в послании к евреям говорят, если мы произвольно грешим, в надежде, что все равно нам все спишется, Ешуа потянет, и это твой грех. На самом деле там написано, не остается покрытие за грех. Мы должны аккуратно проводить свою жизнь. Понятно, каждый падает. У каждого в человеке написано, нет ничего доброго. И каждый где-то спотыкается, слава Богу за жертву Ешуа, где мы можем прийти к нему, но все равно нам очень важно смотреть за своими путями. И тогда благословение будет в наших жизнях. Это вот такой вот маленький урок про семью и про мера за меру, который я хотел вам сказать из книги Исход. А сейчас мы перейдем к Новому Завету. Поэтому в шаббат, я уверен, у нас в собрании будут дополнительные уроки, и вы сможете потом на наших сайтах посмотреть уроки. Сейчас мы в Иоанна, и чтение с 12 по 17 главу Евангелия от Иоанна. И, естественно, мы все не захватим, но некоторые вещи я хотел бы подчеркнуть. И урок номер 2 будет назван «Фунт чистого нарда». И мы помним эту ситуацию, когда, кстати, интересно, вот мы читали в Исходе, это как раз были предпасхальные дни, пред тем, как Господь вывел пасах, когда ангел Господень прошел мимо, и Израиль вышел из Египта. И вот здесь в Иоанна вот совпадение, когда чтение из Иоанна очень здорово совпадает с чтением из Торы. За шесть дней до Песах Ешо пришел в Бейтханию, или Вифания по-русски, где жил Лазарь, которого Ешо воскресил из мертвых. В его честь устроили обед, Марта подавала, а Лазарь возлежал за столом вместе с Ешо и остальными гостями. И вот Мария, третий стих, взял фунт очень дорогого нарда, или благовонного масла из чистого нарда, умастило им ноги Ешо. Тут подошел Иуда, Ишкрает, Искариот, который потом предал, и стал укорять их всех. Вы что делаете? Это же такая драгоценность, мы могли бы продать, благословить нищих. И вот здесь я хотел просто поднять вот этот момент, ну, во-первых, еще сам отвечает, нищих всегда имеете. То есть важно помогать немущим людям, но здесь в этом масле, в этом нарде скрывается какой-то более мистический смысл нашего следования за Богом. Это когда мы сокровенное из нашей внутренности можем полагать перед Ним. И вы знаете, есть одно такое высказывание в священных писаниях, оно записано в Псалме 86, стих 7, там написано и поющее, и играющее, все источники мои в тебе. То есть внутренность моя, Господь. Неделю назад я проповедовал в нашей общине и использовал из Иоанна, из 6 главы, место писания, которое говорит, когда ученики спрашивают Ишуа, что же нам делать, чтобы делать дела Божие? И Ишуа говорит им, дело Божие веровать в меня. Веровать в Ишуа, это дело Божие, но я тогда пояснил, что веровать в Ишуа, это не просто вот верить, он был, я в него верю и все. И дальше я ничем по жизни не отличаюсь от светского мирского человека. Тогда я предложил такой принцип руки, 5, и 5 вещей вместе, их совокупность, обозначают веровать в Ишуа, я быстро повторю и сосредоточусь на последнем, который конкретно связан с этой идеей, фунт чистого нарда, масла, благовонного масла, источники мои к тебе, Господь. Но что такое веровать в Ишуа? Первое, это естественно веровать тому факту, что он был, пришел во плоти, умер за наши грехи, был распят, погребен и воскресе из мертвых, это факт. И сегодня в мире, особенно в академическом мире, пытаются эту идею опровергнуть, выдавая всякие вещи на гора, пытаясь нам доказать, что это было, не было, что это могло показаться, или что это не имело такого значения. Нетто, благая весть, Сын Божий пришел во плоти, как мы стал, и искупил нас, он переборол, он отверг грех, и грех всего мира возлег на нем, он умер, воскрес, и это факт, это одна из частей веровать в Ишуа. Вторая часть, исполнять его заповеди. Писание говорит очень четко, кто меня любит, это слова нашего Машеха, кто меня любит, заповеди мои соблюдет. Третья вещь, заповеди нужно знать. И сегодня мы так заняты объемами информации, которые поражают нашу голову, что мы поддаемся объемам этой информации, не позволяем информации слова Божьего входить в нашу голову. Это большая ошибка, потому что мы не питаем наш дух, нашу память, наши мозги, наш интеллект словами Господними. Читайте слово, это третья часть из того заголовка, веровать в того, кого Бог послал. Четвертое, это молитва. Здесь тоже, мы сегодня заняты гаджетами, мы больше времени проводим проверки фейсбука, чем в молитве перед Богом, это факт. Я вижу по общине, я вижу по своему дому, я вижу по самому себе, и нам важно понять этот момент. Блажен, ищите его, молитва. Пятый, вещь, которая, наверное, для нас вообще дико, хоть она записана в Писании, первый псалом говорит, блажен человек, который размышляет, я использую слово, которое часто оккультисты используют, медитируют над словом, но, наверное, она лучше выражает суть, созерцает, на иврите, мидбонен, ридбонен, погружается, опять возвращаюсь к фунту чистого ванарда, источники мои в тебе. Вы знаете, мы не очень много размышляем о Господе. И, на самом деле, в Писании есть очень много выражений, которые звучат бессмысленно, без того, чтобы в них вникнуть, поразмышлять и попробовать их применить для самого себя. К примеру, слова типа, несите мой крест, абсурд для нас, или ешьте и пейте мою кровь, или в нас должны быть те же чувствования, или дух, как в Ешуа Амашиахе. Что это значит для меня? Просто я пожелаю кому-то, в тебе должны быть такие чувствования. Что это значит для этого человека? Ничего не значит. Если он не услышит и начнет, по крайней мере, размышлять, что же это значит для меня? Это и есть, по сути, та библейская медитация, когда мы пытаемся понять, что же значит Господь, моя часть с Ним, соединиться с Ним, а о Нем стоит размышлять. Ешу однажды сказал такие слова ученикам, он сравнил себя с Соломоном, и он говорит, приходили люди послужить премудрости Соломоновой, но вот посреди вас больше, значительно больше, чем Соломон. Кстати, в сравнении с Соломоном я и хочу прочитать еще одно место, которое сам Соломон записал, и оно тоже связано с драгоценным маслом. Оно записано в песне-песне Соломоновых, 5 глава, с 1-5 стих. Я бегло прочитаю, некоторые места буду пропускать, но вы услышите меня. «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал мир моей с ароматами моими, поел сад сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне дверь, сестра моя!» Я скинула хитон, побежала, вымыла ноги. Возлюбленный мой протянул руку свою скважину, внутренность моя взволновалась о нем. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, из рук моих капало мира, из перстов моих мира капало на ручки замка. Странный текст. То есть, понятно, Соломон сравнивает взаимоотношения мужчины и женщины как взаимоотношения людей и Творца, людей и Бога. Или потом в интерпретации апостола Павла в послании Ефесянов «Тайна сия велика, как муж и жена, так Машех и верующие». Но суть здесь – соединение мира, источники мои к нему. Мария приходит и разбивает что-то драгоценное, приближаясь к Машеху. Приближаемся ли мы? Созерцаем ли мы его? Это большой вопрос. Я хочу сказать, мы, к сожалению, сегодня по плодам не очень эффективны, потому что некоторые из нас верят в факт, что Господь был. Многие из нас читают Писание, молятся, даже стараются делать добрые дела, митцвод, заповеди Господни. Но наше созерцание, наш созерцательный процесс, он сильно ослаблен. Нам нужно откровение. Пусть Бог поможет нам напитаться этим откровением. По крайней мере, такие мысли пришли ко мне, когда я читал Иоанна 12 главу и разбила она драгоценное миро и приблизилась к Господу. Пусть Бог поможет нам это сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин